приветствую вас в двенадцатом уроке заключительном уроке нашего тренинга и в этом уроке мы поговорим о мастеринге при мастеринге и подготовке нашего трека уже заключительному так сказать продажному виду прозвучал смешно но уже подготавливаем грубо говоря коммерческой коммерческой продажи или выпуске трека на лейбл то есть чтобы он уже звучал красиво сочно то есть так как мы слышим или привыкли слышать на лейблах на радио и так далее и так ориентироваться мы будем как и с самого начала я вам говорил ориентироваться будем конечно же на профессиональный референс давайте вспомним референс вообще с которого мы взяли структуру трека давайте его послушаем сейчас пока времени на нем терять не будем что самое первое друзья на что следует обратить обратить когда вы подготавливаете уже окончательную версию трека когда он уже законченный на что следует обращать внимание с самого начала перед мастерингом при мастерингом то есть обработкой и подгоном под референс самое главное это послушать в референсе в референс треки на которые вы опирались послушать обязательно после того когда вы его написали свой трек послушать как в референсе звучит по громкости бочка и бас потому что после того как вы напишите трек даже если у вас там даже если вы писали его там каждый день давали ушам отдохнуть все равно нужно ориентироваться на референс и слышать и слышать как по громкости звучат соотношение бочка бас в профессиональных треках но я имею в треках на которых вы ориентируетесь итак давайте послушаем по громкости как звучит в референсе здесь тоже нужно учитывать что трек который мы сейчас слушаем с референса он уже с мастерингом поэтому нужно немного делать такой анализ и понимать что делаем не в громкости а в соотношении звучание бочки и баса наш трек сейчас звучит без мастеринга ну по моему соотношение соотношение бочки баса у нас с этим все в порядке теперь давайте поработаем с подгоном именно звучание по звучанию к этому треку который мы использовали в референсе для этого что мы делаем мы трек вот эту дорожку с референсом выход этой дорожки посылаем в никуда то есть нам звук этой дорожки вообще сейчас не нужен идем далее в микшер идем самый конец и вот наш мастер-канал стерео выход на нем у меня стоял лимитер обязательно все эффекты вот эти лимитер компрессора если что-то вы используете отключаем здесь у меня стоит мультиметры channel q лучше это тоже отключить хотя мультиметр никак не воздействует оставляем только эквалайзер фа фильтр проку проку 2 и теперь друзья нам придется сейчас для того чтобы снять анализ с референс трека придется прогнать его от самого начала до самого конца ну практически до самого конца для этого мне придется сейчас отключить дорожку с вокалом но вы в любом случае как бы даже когда я сейчас буду снимать не слышали бы меня но здесь суть вся в том чтобы не попадали никакие лишние звуки например моего дыхания там если я тут где-то пошевелюсь я сейчас отключаю микрофон и будем снимать анализ с референса ставим какие сказал на мастер шину на стерео аутфа фильтр проку 2 после того как мы его поставили в параметрах сайчейн вот здесь боковая цепь выставляем дорожку на которой у нас стоит референс дорожка у нас подписано как видите транс f находим ее здесь вот она у нас транс f выставляем ее здесь аудио 4 теперь у нас этот трек референсный он у нас подключен по боковой цепи и мы с него если мы сюда нажмем теперь аналайзер если сейчас воспроизведут трек он у нас появится второй линии вот здесь вот как видите белая линия это наш трек красная линия это линия референса нажимаем сюда и к мать и сейчас я отключаю микрофон и вот начинаем сейчас прослушивание уже трека а он будет анализ по фильтр проку 2 будет у нас анализировать сейчас наш трек с треком референса и и и и и и и и и Сейчас я специально отключил эквалайзер, потому что применились очень экстремальные настройки, которые мы сняли с референса. И так как он стоит эквалайзер на мастере, это будет действовать сейчас на мой голос, и мы услышим слишком громкий перепад. После того, как мы нажали аналайз, он нам предлагает либо вернуться назад, либо нажать финиш. Нажимаем финиш. И как видите, у нас применились настройки, которые снялись с референса. И теперь мы можем ими управлять, в том плане контролировать, сколько мы добавим, применим, так сказать, этих настроек сколько нам их нужно. Я сделаю сразу поменьше. Теперь включим эквалайзер. и можем регулировать. Раз, раз, раз. Давайте просто посмотрим, послушаем, как звучит вот с этими настройками. У нас, в принципе, на диапазоне, где звучит бочка, если бы нам эквалайзер поднял диапазон в области, где звучит бочка, тогда бы надо это было убирать, потому что трек с референса звучит тональности FDs, а у нас просто F. Ещё учитываем, что эквалайзер вытягивает после снятия с референса, он ещё вытягивает по громкости. То есть, помимо того, что он применяет кривую, он ещё по громкости вытягивает. Но по громкости нам не надо, поэтому мы сейчас и ослабили. Самое главное проверить, это как звучит бас с бочкой до и после. Мне кажется, даже бочку сделаем чуть-чуть потише. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну всё, отлично. Меня всё устраивает. Сейчас мой голос будет немножко громче, чем обычно. Вот как сейчас я Но это нормально, потому что у нас на мастере стоят вот эти все примененные настройки от эквалайзера, от референса. Теперь какая наша задача? Теперь мы должны экспортировать трек Экспортировать трек без всяких лимитеров, компрессоров. Только вот с этим эквалайзером. Только с этим эквалайзером. Но должны экспортировать, выставив громкость мастер-шины в минус 6 дБ. Ставим в минус 6 дБ. Ещё раз проверяем на самых громких пиках. Это лиды и бочка с басом. Я думаю, надо потише сделать у нас bass plug. Слишком громко, он громковато выбивается. Даже я его не потише сделаю. Поставлю на него компрессор. Потому что если мы посмотрим, посмотрим на его поведение через эксоскоп. Я это невооруженным слухом сейчас услышал. Давайте сделаем его немножко поровнее по динамике. Ну вот, отлично. Вот как он звучал. И вот сейчас как стал. Ну там автоматизация сейчас мне немножко, наверное, сбилась. Можно теперь его даже погромче чуть-чуть сделать. Вот. Вот. И теперь проверим, чтобы фаб-фильтр PRO Q2 вот здесь вот тоже не клипировало. Не было выше нуля. Вот я уже вижу здесь плюс 1.7. На всякий случай лучше сделать выходную громкость потише на пару дБ, чтобы не было никаких перегрузок из самого плагина. Ну вот, отлично. И теперь вот в таком порядке после того, как мы все это сделали, мы экспортируем файл, экспортируем этот файл нашего трека. В 24 бита, 48 кГц для дальнейшего мастеринга. Сейчас, друзья, я поставлю на экспорт и мы уже с вами увидимся в новом проекте по мастерингу этого нашего трека. Итак, выставляем 24 бита, 48 кГц. Здесь больше ничего не ставим, никакого дизеринга не ставим. Нажимаем ОК и экспортируем. И следите за тем, чтобы вот этот параметр Normalize также был отключен. Итак, друзья, вот наш экспортированный трек, который мы экспортировали с нашего проекта, со всеми настройками, которые мы сняли с нашего референса. И, как видите, здесь он у нас еще пока не такой уж и громкий. Давайте его послушаем. Сейчас мы находимся в мастеринг-темплейте. Мастеринг-темплейт, также как и проект, который мы сделали в тренинге с вами, он вам достанется для ознакомления. Обращаю ваше внимание только лишь для ознакомления. Так, сейчас я поставлю соло. Вот. И вот этот мастеринговый темплейт, его вы можете уже использовать для своих личных нужд. То есть он вам достается, также я вам отдаю его в подарок. Но файл проекта, трека, вы сможете только просмотреть и только для обучения, так сказать, для ознакомления. Не более. Итак, сейчас мы находимся в мастеринговом темплейте. Как видите, здесь в мастеринговом темплейте большая цепочка обработок. Сейчас мы ее пока не трогаем. Давайте послушаем трек, который мы экспортировали. Ну, слышно, что по громкости он пока не дотягивает до профессионального трека. Теперь перейдем на дорожку с мастерингом. И я расскажу вам, как пользоваться этим мастеринг-темплейтом. Здесь все очень просто. Голову не нужно ломать. Я уже работаю с этим мастеринг-темплейтом не один год. И делюсь с вами этими, так сказать, знаниями, этим проектом. Здесь не нужно быть мастеринг-инженером, чтобы делать мастеринг. Здесь уже, грубо говоря, сделано все за вас. Вам остается лишь настроить, первое, входящую громкость, если это требуется по пикам, входящую громкость через вот этот REQ, эквалайзер. Мы включаем трек, слушаем на самых громких пиках трек. Вот на таких самых громких пиках. И если здесь загорается красная лампочка, мы нажимаем вот на эту кнопку, и он опускает нам на нужную громкость. Но это только в том случае нажимаем, если она загорается. Итак, давайте прослушаем вначале на самых громких пиках. Сразу говорю, что на этом мастеринг-темплейте, пройдя всю вот эту цепочку обработок, трек становится очень слитным, становится очень плотно звучащим и коммерческим. Итак, давайте сейчас послушаем, вначале сравним немного, а потом послушаем на самых громких пиках. Итак, еще раз слушаем, что у нас было при экспорте. Теперь слушаем, что у нас в мастеринг. Я пока сделаю чуть-чуть потише. Итак, давайте сравним с тем, что у нас здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Давайте сразу перелистнем на самый громкий пик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как видите, у нас ничего здесь не загорелось. Значит, у нас трек ровный, без всякой динамической обработки, хорошо поставленная аранжировка, хорошо обработанные звуки, не требует каких-то серьезных вмешательств на стадии мастеринга. Поэтому здесь входящий уровень звучит хорошо. Следующим плагином здесь стоит C1-компрессор Sidechain, который держит под контролем диапазон 60 Гц, чтобы трек у нас не захлебывался. Следующий у нас плагин идет L3 Ultra Maximizer для увеличения громкости. Первый проход увеличения громкости. Дальше здесь стоит для контроля средних и высоких частот у нас стоит линейно-фазовый мультибенд-компрессор. Вернее, он контролит высокую середину и высокие. Далее у нас стоит плагин Center для того, чтобы мы могли усилить сайт-составляющую, стерео составляющую, либо мид-составляющую, если нам не хватает вот этой середины, то есть не хватает моно составляющей. Если у нас трек звучит в моно плохо, то мы можем, когда вернее у нас даже много высокой сайт-составляющей, то есть много стерео, мы стерео можем немного сузить и сделать трек немного в середине. Также мы можем добавить низов или верхов больше на сайт-составляющую или на мид-составляющую. И также добавить панча. Я всегда добавляю немного панча в сторону мид-составляющей, то есть центра. Здесь мид-составляющая подписана как центр. Больше настройки я здесь никакие не делаю, ни по высоким, ни по низким. Я добавляю только иногда панча, иногда не добавляю, если его не хватает. Но сейчас можно добавить для резкости. Следующий здесь стоит компрессор Peak Child 670. Он придает своего рода такой характер, как компрессия, сатурация. Работает вернее как небольшой компрессор и в то же время сатуратор. Все-таки этот компрессор, эмуляция этого компрессора Peak Child 670 дает очень хорошее дорогое звучание. Конечно, я не скажу, что это можно сравнить с настоящим этим компрессором. Я на нем на железном не работал. Но на стадии мастеринга использование вот этого компрессора в этой цепочке дает вообще отличные результаты. Далее здесь также стоит канальная ячейка Channel SSLG. Здесь он работает, этот плагин тоже как сатуратор. Он дает ясность и прозрачность в миксе. Как видите, здесь ничего не задействовано. Здесь работает просто звук проходит через этот канал. через этот плагин. Обрабатывается, грубо говоря, всем его вот этими шумами и внутренними настройками. То есть никакие из его параметров, там фильтры, эквалайзер или компрессор не задействованы. Просто проходит через этот плагин. Дальше у нас стоит L316 Ultra Maximizer, который увеличивает, работает у нас как увеличитель громкости, как Maximizer. И тоже держит под контролем и увеличивает недостающие частоты у нас по высокой середине, высоким. Если они, если они у нас провалены, он их поднимет. Именно вот эти диапазоны самые проблемные. Если они в нормальном состоянии, он с ними ничего не сделает. Просто работает как Maximizer. Следующий у нас идет компрессор SSL-Comp. Этот компрессор уже работает на слияние всего микса. Очень аккуратно работает и склеивает абсолютно каждый инструмент, который находится в нашем миксе. Работает очень аккуратно, настроен также уже под электронную EDM-музыку. То есть здесь, в принципе, вам делать ничего не нужно. Сейчас это будет просто бесполезно, потому что вы сами все услышите, что при тех настройках вот этой канальной ячейки, которая есть, мы получим отличный уже коммерческий звучащий отмастеринговый трек. И последним плагином обработки у нас идет завершающий лимитер ультрамаксимайзер L2. Он стоит вообще на минимальных настройках выходной громкости минус 0,2, чтобы предотвратить всяческие перегрузки. И также небольшое усиление в 0,5 дБ. Все, после чего здесь стоит два плагина. Это для контроля, гениометр и драукметр. И давайте еще раз послушаем. Вы можете отчетливо услышать, как склеиваются звуки, как выравнивается динамика всего трека. Как он звучит, как он начинает звучать очень плотно. Плотно и в то же время громко. Обратите также внимание, что каждый звук начинается, вернее каждый звук слышится отчетливо. Ничто ничего не перебивает и в то же время трек звучит очень ясно. Итак, давайте я экспортирую в проект и посмотрим, как он выглядит по дорожке. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Раз, два, три... Итак, друзья, вот, как видите, вот так вот выглядит уже отмастеренный трек. Как видите, он выглядит как самый настоящий коммерческий трек, который вы перекидываете в свой секвенсор и видите вот такую вот картину. Поэтому вот так вот быстро, вот так вот быстро можно делать мастеринг. Как можете применять его на своих треках. Я надеюсь, вам этот тренинг был очень полезен. Я надеюсь, что я смог вам показать, что музыка, это не... Создание музыки, это не так уж и сложно, что не нужно заморачиваться на цифрах, что все намного проще. А уж тот... Этот миф про мастеринг, когда были времена, что относили треки для мастеринга в студию. Я не спорю, сейчас есть, конечно же, люди расскажут, что мастеринг должен делать только мастеринг-инженер. Да, возможно, если вы пишете все многоканально, все записываете по дорожкам, пишете рок-музыку или живую музыку, там все снимается с дорогущих микрофонов. Здесь, конечно же, не обойтись уже без хорошего оборудования, там, секвенсора, про тулс там или лоджика, но это уже не важно. Без хороших дорогих компрессоров, которые привнесут, так сказать, жизнь вот этим живым инструментам, которые были сняты с... пусть даже с хороших микрофонов. То есть, все как ни крутите, ну, поп-музыка и рок-музыка, она требует большего внимания по оборудованию, нежели электронная музыка. Вот. Но в основном, в основном, сейчас, в наши дни, друзья, сейчас делается все в компьютере. Сейчас все делается, то есть, путем плагинов, обработкой с плагинами. То есть, сейчас это уже все позволяет, мощность компьютеров позволяет. Вот. Я надеюсь, она у вас тоже это все позволяет. Поэтому самое главное, чтобы вы сосредоточились именно на создании трека. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok